Куда проще, просто нам сесть на автобус и поехать. Юля и её мама Ирина на месте не сидят. В поликлинику, на реабилитацию или в школу на занятия. Добираются или пешком, или на автобусе. Благо, недалеко. А социальное такси Ирина проверяла в рамках исследования доступной среды. По этому вопросу женщина специально ходила в администрацию. Тогда звонила именно в социальное такси, для того, чтобы специально узнать, за какое время нужно ли записаться, сколько это будет стоить. То есть на тот момент нужно было записаться за три дня. И стоило это 160 рублей час. Перед Новым годом Ирина пробовала вызвать машину, чтобы отправиться с Юли на ёлку, но не вышла. Отделение ночного пребывания. Здравствуйте, а можно нам такси социальное заказать? Обед. После обеда, да. С часу до двух у диспетчеров службы такси обед. А после оказалось, что все заказы расписаны на неделю вперёд. Юрий Скажутин, социальным такси пользуются по договору. Через день, ближе к четырём, за ним приходит машина. Мужчина ездит на гемодиализ. Одна проблема — служба не круглосуточная. Я уезжаю в 10 часов вечера, они до пяти работают. То есть я оттуда на такси обычно уезжаю. В этом году социальное такси работает на базе городского социального центра «Родник». Изменяется и тарификация. Теперь платить придётся за каждый километр. В распоряжении горожан семь машин. И их на всех желающих не хватает. Не все заявки у нас удовлетворяются в связи с тем, что семь автомобилей. Причём из этих семи автомобилей порядка двух автомобилей может быть из строя выведено и подлежат ремонту. Поэтому мы работаем над тем, чтобы привлекать финансирование за счёт средств вышестоящего бюджета для приобретения новых автомобилей, для расширения и обновления парка. Если получится найти финансирование, социальное такси станет более доступным уже в этом году. Но это финансирование ещё нужно найти. Клавдия Сельмахович, Михаил Ткачук, Михаил Масленников и Эдуард Баглай. Афонтова новости.